А сейчас к одной из основных тем выпуска. Бесконечная история. Так, некоторые пользователи интернета в шутку называют ситуацию, которая складывается вокруг нового генерального плана развития Барнаула. И два общественники, политики и городские чиновники договорились о том, что документ нужно принимать, как стало известно, что по поводу именно этого документа назначена внеплановая проверка. Со мной в студии находится мой коллега Илья Кочетков. Он разбирался в этой теме. Илья, здравствуй. Привет. Не значит ли это, что Барнаул на неопределенное время остается без генплана? Забегая вперед, скажу, нет, он будет, скорее всего, скоро с генпланом. Все будет хорошо в этом плане. Так почему же тогда понадобилась проверка? Ну, сейчас расскажу. Снова постарались барнаульские общественники. На этот раз на действия городской администрации пожаловался аж в администрацию президента и краевую прокуратуру один из участников сообщества Шпиль. По его мнению, городские чиновники предоставили в Барнаульцам не весь пакет документов по генплану, а это может оказаться нарушением. В общем, с этим и будет в течение ближайшего месяца разбираться специальная инспекция по контролю в области градостроительной деятельности. При этом депутаты городской думы на очередном заседании, оно состоится уже в ближайшую пятницу, могут спокойно рассматривать генплан. При этом сам главный архитектор края считает, что генплан уже наконец-то необходимо принять. Напомним, на протяжении четырех лет документ то и дело отправляют на доработку. Сначала у горожан возникли претензии к месту размещения полигона ТБО, затем было много вопросов по поводу развития будущей инфраструктуры краевой столицы. И это лишь пару моментов. Правда, в последнее время все стороны начали склоняться к тому, что необходимо принять наконец-то этот документ. Недавно на круглом столе, прошедшем администрации города, политики, общественники, чиновники в один голос говорили, пока нет принятого генплана, проблемы в городе только прибывают. Например, такой острый вопрос, как ввод нового жилья под угрозой. По поручению правительства и в соответствии с указами президента, нам до 2024 года нужно ни много ни мало ввести в эксплуатацию около трех миллионов квадратных метров жилья на территории города. Существующий генеральный план ввести такие объемы жилья не представляется возможным. Что называется и так далее. Кстати, на этом заседании постановили рекомендовать принять генплан, а потом уже его постепенно улучшать. Возможно, так в итоге и произойдет. Тем более, напомню, что 30 августа состоится заседание Барнаульской городской думы, где, как ожидается, один из вопросов как раз и будет принятие нового генплана. И это, как считает большинство наших собеседников, наконец-то, скорее всего, произойдет, генплан примут. С другой стороны, проверка, о которой мы говорили в начале нашей беседы, свидетельствует о том, что общественники в Барнауле становятся все более реальной силой. Спасибо огромное за этот подробный рассказ. Ну а я напомню, что у нас в студии был Илья Кочетков. И продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок